Занимайся спортом и уклоняйся от столбов. На Вавятске построили спортивную площадку с опорами освещения посередине. Как на ней тренироваться без травм? Об этом и не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Воды в прудах у цирка не будет до следующей весны. Власти решили, что перед зимой запускать водоемы нет смысла. Тем более, работа не закончена. Что осталось делать? Победилово строит новую подстанцию. Старая отработала свой срок. Когда электроузел ведут в строй и кого он будет обеспечивать энергией? Дома, как на улице, люди в Вересняках все еще живут без отопления. Для подачи тепла не хватает всего одной запчасти. Кто должен ее установить? Ветки и мебель лежат месяцами. В чистых прудах контейнерная площадка завалена мусором. Почему отходы копят и не вывозят вовремя? В прудах у цирка воды до конца года можно не ждать. Такое заявление сделал глава Ленинского района Сергей Торхов. По его словам, заполнять водоем перед зимой нет никакого смысла. И лучше сделать это уже весной следующего года. К тому же подрядчик еще не закончил с работой на этом участке. Продолжается укрепление берега. Вокруг прудов прокладывают тротуары. Брусчатку кладут на бетонное основание. Это нужно для того, чтобы дорожка со временем не сползла в воду. Также на берегу устанавливают пирс. В глубине парка тоже кипит работа. Строят детские спортивные площадки. Прокладывают новые тротуары. Реконструкция одной из старейших зон отдыха Кирова проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Нововятске появится спортивная площадка для набивания шишек. Так говорят активисты. Этим летом городские власти объявили о создании умной спортплощадки в парке ЛПК за 42 миллиона рублей. Согласно проекту, объект разделен на зоны для занятий воркаутом, игры в футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. На последней площадке стоят осветительные столбы. По мнению спортсменов, светильники, установленные прямо на игровом поле, могут привести к травмам. Примечательно, что проблема носит системный характер. Это уже третий подобный объект с начала года, построенный с использованием федеральных средств, на котором активисты УНФ обнаружили недочеты. Ранее нашли нарушения на стадионах на улице Мира и у Дворца пионеров. И пока объект в Нововятске не сдан, горожане требуют принять меры. Еще можно подумать, как исправить эту ситуацию. Мы призываем городские власти сделать этого, избежание негативных последствий для здоровья людей, в том числе здоровья маленьких жителей города Кирова. Аэропорт Победилово и весь микрорайон рядом подключат к новой электрической подстанции. Старая отработала 60 лет и на нее уже можно не рассчитывать. Строительство электроузла началось. На данный момент подрядчик приступил к установке бетонного забора. В ближайшие дни начнут забивать сваи для самого здания подстанции. Объект планируют ввести в работу весной следующего года. Как рассказали в Горэлектросети, новое оборудование обеспечат дополнительной мощностью. Поэтому если микрорайон будет расти, электроэнергии хватит на всех. А старую подстанцию будут использовать как тренировочную базу для электриков. Это будет двухтранспортная подстанция. Она будет полностью телемеханизирована, закрытого типа. То есть уже все оборудование будет стоять в помещениях бетонного и сэндвичного исполнения. То есть от воздействия внешних факторов и от всего она будет надежнее. Более того, схема у нее будет принципиально совсем другая. Она будет иметь АВР, то есть автоматическое включение резервов, как по 35 кВт. Ходят и спят в куртках в квартирах, как на улице. Жильцы дома на переулке в среднем 10. В Вересниках остались без отопления. Люди рассказали, что в подвале еще 20 сентября произошел прорыв. Управляющая компания города Кирова, которая, обслуживая дом, отказывается ремонтировать дефект. Сначала там ссылались на то, что нет специалиста. Сейчас говорят, что нет деталей для работы. И это при том, что жильцам, которые мерзнут в квартирах, пришли квитанции за отопление. Люди платят по нормативу. У кого-то счет на 2800, у кого-то на 4000. Дом аварийный, недавно горела проводка. Поэтому обогреватели не включают, боятся замыкания. У нас очень холодно, у нас дети маленькие, старушки. Проводка плохая, мы обогреватели не включаем. У нас на самом деле дома 9-10 градусов. Мы спим в одежде, ходим в одежде постоянно. Чай горячий, очень холодно дома. Мужчину, который обманывал пенсионеров, отправят в суд. Прокуроры вынесли обвинительное заключение в отношении жителя Йошкаралы. По версии следствия, обвиняемый в компании других людей вымогал у пожилых кировчан деньги. Они обманули 6 человек и выманили почти полтора миллиона рублей. В свою очередь, соучастники обманывали потерпевших, преимущественно пожилого возраста. Сообщали им недостоверные данные о совершении родственниками, либо близкими лицами дорожно-транспортных происшествий. Предлагали за денежное вознаграждение принять меры к уклонению от ответственности. В настоящее безобразие, а так описывают ситуацию с мусором жители Чистых прудов. На улице Дубинина, возле площадки с контейнерами, образовалась большая свалка. И она продолжает расти. Здесь складывают ветки, ботву, старую мебель, пластик. Местные жители возмущены. Мусор не вывозится уже больше месяца. Похожая ситуация на Дубинина была летом. Тогда отходы тоже пролежали довольно долго. По улице разносился неприятный запах. За лето видели мусоровоз здесь всего пару раз. Ситуация повторяется. Активисты обращались с проблемой в территориальное управление Ленинского района. На их взгляд, никто не следит за порядком. Видно же, что тут уже месяца три никто не бывал. Кроме того, что вывозят контейнера, а вот этот мусор не убирают. Жечь на участках ничего нельзя. Это согласно предписаниям Пожнадзора. А куда девать людям все это? Складывать около дома? Ведь это тоже неправильно. За разъяснением мы обратились в теруправление Ленинского района. Там подтвердили, что вывоз несанкционированных свалок был приостановлен, потому что не было средств. Сейчас работы возобновлены. Весь мусор планируют убрать до конца недели. В этом году в связи с подготовкой к 650-летию и так далее, жители вообще-то тоже подключились к этому движению, тоже чистят, прибирают и так далее. И объем мусора в этом году увеличился в два раза. Если в 2022-м у нас было истрачено 3 миллиона рублей на несанкционированные свалки, то в этом мы уже на 6,6 миллионов вышли, и конца пока этому не видно. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. И пишите, присылайте видеономер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите новости бизнеса, а после программу «Объясняю популярно». В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Члены комиссии ВТПП в очередной раз пришли в офтальмологическую клинику Дом здорового зрения. Она является постоянным участником конкурса «Торговая марка года». Всего в Кирове таких клиник 5, и они продолжают развиваться. Главная цель работы специалистов – сохранить зрение у детей, а взрослым помочь комфортно видеть. Современное высокоточное оборудование позволяет выявлять заболевания на самых ранних стадиях и вовремя назначать лечение. Наши клиники специализируются на лечении детей с близорукостью и лечении детей с нарушением бинокулярного зрения и косогладия. На сегодняшний день в нашем арсенале имеется максимальное количество средств коррекции, благодаря которым мы можем приостановить прогрессирование близорукости. Здесь используются современные методы, внесенные в клинические рекомендации. Специальные лечебные очки, дневные и ночные контактные линзы с лечебным эффектом позволяют поддерживать зрение даже у ребят, активно занимающихся спортом. В детской оптике широкий выбор анатомически правильных оправ для детей и подростков. Такие очки дети носят с удовольствием. Для тех, кому неудобно носить очки днём, клиника предлагает ещё один современный метод. Есть решение – это ночные контактные линзы. То есть ребёнок ночью спит в линзах ночных, а днём ходит и видит на единицу. Эти линзы 98-99% показывают эффективность для сдерживания, роста миопии. То есть кто в таких линзах спит, у них зрение не ухудшается. Детские врачи-офтальмологи дома здорового зрения применяют методы с высокой доказательной базой, помогая детям нашего города видеть лучше. Именно поэтому всё больше родителей доверяют клинике самое ценное – здоровье своих детей.